МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире цифры и факты. Меня зовут Наталья Волонец. В первом квартале 2020 года Национальный статистический комитет провел выборочное обследование домашних хозяйств по определению уровня жизни в Республике Беларусь. В январе-марте располагаемые ресурсы в расчете на одно домашнее хозяйство составили чуть более 1400 рублей в месяц. В том числе в городах и поселках городского типа этот показатель был выше – 1495 рублей в месяц. В сельских населенных пунктах ниже – 1153 рубля. Средние денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили более 90%, почти 1332 рубля в месяц. По данным того же обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Гомельской области в январе-марте 2020 года располагаемые ресурсы в среднем на одно хозяйство ниже, чем в целом по республике – 1292 рубля в месяц. При этом средние доходы гомельчан значительно ниже, чем у жителей столицы. В городе Минске в первом квартале этого года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1874 рубля в месяц. Соответственно, минчане могут и тратить больше. У жителей столицы денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1830 рублей в месяц. Опережают по имеющимся в распоряжении ресурсам гомельчан также жители Минской, Брестской и Гродненской областей. На что и как тратят свои доходы белорусы? Почти 40% составляет доля расходов на питание. На покупку непродовольственных товаров белорусы тратят 32% своих доходов. На оплату услуг – 26%. Необходимо отметить, что с начала года расходы домохозяйств на продукты питания несколько выросли, примерно на 3%. Хотя такие колебания могут носить сезонный характер. В прошлом году жители нашей страны, согласно данных мировых рейтинговых агентств, тратили на продукты питания около 36% и занимали 35-ю позицию. Стоит отметить, что затраты белорусов на еду выше, чем у россиян и жителей прибалтийских государств, но меньше, чем у молдаван, казахов и украинцев. Кстати, меньше всех на продукты питания тратят жители Люксембурга – менее 9% от среднедушевых доходов. Приятно увидеть в зеркале статистики, что белорусы стали в последние 10 лет питаться более рационально. В меню стало меньше хлеба и картошки, но больше овощей и фруктов, а среднесуточный рацион сократился на 134 калории. Необходимо отметить, что процент затрат на продукты питания в целом не является абсолютным мерилом того, насколько дорого или дешево жить в той или иной стране. Мировые рейтинговые агентства предпочитают обычно использовать другие показатели. Ну, например, индекс стоимости жизни, который объединяет целый спектр данных. А именно, цены на продукты, покупательскую способность, стоимость аренды жилья и ряд других. Согласно этому индексу, Беларусь – не самая дорогая страна. По крайней мере, она не входит в первую сотню стран мира, но занимает 101 место. Кстати, Люксембург, где тратят всего 9% на продукты, находится на седьмой позиции рейтинга самых дорогих стран мира. Это были «Цифры и факты». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин